В течение 2015 года во всех сельских поселениях, кроме Ачуевского, будут открыты территориально обособленные подразделения многофункционального центра с учетом бренда «Мои документы». С подробностями наши корреспонденты. Всего за несколько лет деятельность многофункциональных центров на Кубани стала не просто перспективным направлением, а реальной и очень востребованной среди жителей услугой, которая реализуется по принципу единого окна. До недавнего времени услугами МФЦ можно было воспользоваться только в основном офисе, который расположен в Славинске-на-Кубани. Ранее территориально обособленные подразделения МФЦ уже были открыты в Петровском, Анастасиевском и Черноярковском сельских поселениях. А теперь возможность получить государственные и муниципальные услуги, не выезжая в районный центр, появилась у жителей Протокского и Прибрежного сельских поселений. На открытие поздравить жителей приехал заместитель главы района по вопросам экономического развития Евгений Колдомасов. Для удобства граждан, чтобы граждане не ездили в город, а уже на месте, пользовались муниципальными, государственными услугами, реализировали право на земельные участки, оформляли земельные участки. Все вновь открываемые офисы и территориально обособленные подразделения МФЦ соответствуют новому бренду – «Мои документы». Идея бренда в том, что документы нужны людям в важные и значимые моменты их жизни. Первый паспорт, свадьба, рождение ребёнка, своё дело или новый дом – в этих ситуациях каждому важно без проблем получить нужные им документы. Благодаря новому бренду процесс получения документов стал простым и необременительным. В этих офисах жители поселений могут получить абсолютно весь спектр государственных и муниципальных услуг, начиная от прописки замены паспорта, получения материнского капитала, государственной регистрации права, очереди в детские сады и многие-многие другие. Открытие филиалов многофункционального центра позволит значительно сэкономить время на оформление различных документов. Кроме этого, это дополнительные рабочие места для жителей поселений. Как отметил глава протокского сельского поселения Владимир Симоненко, появление офиса МФЦ в поселении – это серьёзный шаг на пути улучшения уровня и условий жизни жителей. Для всех жителей протокского сельского поселения это один огромный плюс о том, что теперь офис «Мои документы» находится в шаговой доступности. Не нужно преодолевать 12-километровую преграду, ехать в город Славянск-на-Кубани и сдавать документы там. Теперь это есть уже у нас в четырёх хуторах. Я думаю, это значительно отразится и на работе самой администрации, и на работе самого офиса. Открытие офиса МФЦ – это отличная возможность получить все необходимые документы в одном месте, считает жительница посёлка Садового Любовь Копытина. Очень удобно, особенно для пенсионеров. Спасибо Роману Ивановичу, что побеспокоился, потом нашему главе прибрежной. Всем спасибо, что заботятся о людях. Это очень приятно. В скором времени планируется открыть аналогичные офисы МФЦ и в других поселениях Славянского района. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...